Всем привет ребята, меня зовут богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня фундаментально важный день для биткоина и криптовалюты в целом. Биткоин и эфир снова установили исторические пики. XRP достигал 1 доллара 96 центов, а кардана росла до полутора долларов. Сегодня поговорим об этом и о том, что альткоины с малой капитализацией готовы дать хорошие прибыли уже совсем скоро. Также обсудим некоторые очень странные новости. Я решил делать подобного плана видео вдобавок к своим обычным роликам. Если тебе такие видео приходятся по душе, не забудь поставить лайк. Это мотивирует меня работать больше, а каналу помогает расти. Также, если ты тут впервые, почему бы не подписаться на канал? Здесь мы говорим о криптовалютах почти каждый день уже на протяжении почти 4 лет. Итак, и биткоин, и эфир достигли новых исторических пиков. Биткоин 64 тысячи долларов, а эфириум почти 2400. XRP на пути к 2 долларам. А ведь еще недавно его долиснул целый ряд криптобирж из-за судебных исков. Думаю, он достигнет своего исторического пика в 3,5 доллара после того, как его релиснут на Coinbase и остальные топовые биржи. Cardano достигла порог в 1,5 доллара. Я покупал ее месяца полтора назад за 70 центов, и мне тогда сказали, что я взял ее на хаях. А растет она потому, что весной этого года произойдет обновление Alonso, которое принесет в Cardano смарт-контракты. Кроме этого, летом будет запуск Mainnet. Я думаю, эти два события могут ускорить рост цены Cardano. Цена Cardano сейчас торгуется в пределах восходящего треугольника, в котором мы наблюдаем серию восходящих пиков и восходящих низов. Эта техническая фигура предполагает теоретический рост на высоту этого треугольника, что составляет почти 46% от цены пробития этого треугольника. Кроме того, волны Боллинджера почти сошлись в одну точку. Когда они так сильно прижимаются друг к другу, это означает неизбежное и скорое волатильное движение. Скорее всего, оно будет вверх, учитывая хорошие новости, хорошие фундаменталы и хорошие технические показатели. Да, и мы находимся в бычьем рынке в конце концов. Это движение может привести Cardano к 2 долларам 16 центам за монету. Однако по дороге к этой цели будет три основных сопротивления, которые четко видны на сетке Фибоначчи. Первое сопротивление это 1.67 доллара, второе 1.76 и третье 1.90. И соответственно 2.16 доллара это уже наша цель этого движения. Но я думаю, Cardano все эти сопротивления сможет преодолеть, так как во-первых, мы находимся на бычьем рынке, как я сказал, а во-вторых, у нас есть хорошие технические индикаторы и фундаментальные индикаторы. Она развивается и нас ожидают хорошие новости по этой монете. Поэтому я настроен позитивно по отношению Cardano в 2021 году. Мне кажется, она может легко взять 10 долларов до конца этого года. Stellar XLM сегодня вырос на 15%. Для меня это не было неожиданностью, ведь обычно он ходит под руку с Ripple XRP. Сейчас он стоит почти 70 центов и я думаю, его целью является 1 доллар. Chainlink сегодня тоже неплохо вырос. И таки заставляет меня быть быком по отношению к нему. Почему же я снова настроен позитивно к линку? Дело в том, что линк это оракул. А оракулы сейчас применяются для создания NFT токенов. Chainlink имеет огромный способ использования для NFT пространства, которые сейчас набирают все большую популярность. Соответственно, с ростом популярности NFT цена Chainlink тоже будет расти. Кстати говоря, как и других оракулов, таких как, например, Band Protocol. Имей это в виду. Doggy Coin сегодня достиг исторического пика в 12 центов. Илон Маск продолжает его продвигать и приближать его массовое принятие. Продолжит ли Doggy Coin расти и дальше? До тех пор, пока Илон Маск его рекламирует, конечно же, да. Владею ли я Doggy Coin'ами? Это очень интересный вопрос, даже поучительный для меня. Дело в том, что в 2019 году где-то вот здесь я купил Doggy Coin'ов по очень смешной цене. Около двухтысячных доллара за один токен. А в этом году, когда я увидел его стремительный рост, я внезапно вспомнил об этом и обнаружил, что потерял свой кошелек. Соответственно, и все мои собакакоины тоже потерялись. Даже не буду подсчитывать, сколько денег я потерял. Вот тебе урок из моих ошибок. Всегда храни данные от кошелька в надежном месте, чтобы никто не узнал, где он, и ты сам его не потерял. Итак, топовые криптовалюты растут сегодня на десятки процентов. Некоторые на 30% как XRP. Однако, тем временем, остальная альта с более скромной рыночной капитализацией прямо-таки страдает и откровенно истекает кровью. Многие из них перед этим дали сотни процентов за короткий период времени. Ты должен понимать, если ты покупаешь на пике именно мелкие криптовалюты, то есть большой шанс познать их дикую волатильность. Многие люди жалуются, что купили такие мелкие криптовалюты и потеряли уже по 10-15%, тогда, когда крупная альта растет. Поэтому, независимо от того, сколько хайпа вокруг проекта, нужно помнить о том, что в таких мелких проектах всегда есть ранние инвесторы, которые с удовольствием зафиксируют прибыли на пиках. Однако, я думаю, что все эти мелкие альткоины снова хорошенько отрастут. Возможно, начнут делать это уже завтра после этой коррекции. Особенно учитывая то, что инвесторы будут частично фиксироваться на криптовалютах из списка топ-10, а потом реинвестировать эти прибыли в более мелкие проекты. Поэтому мы увидим, как все эти не топовые альткоины снова начнут иксовать. Особенно хорошо покажут себя те, у которых будут происходить какие-то события в плане разработки и развития. Например, запуск Мейнета. Кроме этого, биткоин и эфириум достигли исторических пиков, что также привлекает новых инвесторов в этот дивный криптомир. А они обычно ищут чего-то поскромнее, чем дорогущий, по их мнению, биткоин. Также рыночная капитализация криптовалют растет стремительными темпами. Теперь она составляет 2 триллиона 237 миллиардов долларов. Чтобы достичь первого триллиона долларов капитализации, криптовалюте понадобилось 4387 дней. Но чтобы преодолеть отметку уже в 2 триллиона, всего 93 дня. Это безумное ускорение, которое связано с массовым принятием криптовалют. Вчера я наткнулся на это видео, в котором показан самый дорогой дом в мире. Он стоит около полумиллиарда долларов. Это самый большой и самый дорогой в мире. Шедевр с площадью 105 тысяч квадратных футов. Здесь 5 бассейнов, ночной клуб, гараж на 50 авто, театр, боулинг и многое другое. Когда я подумал о том, что сейчас расскажу тебе, это просто взорвало мне мозг. Почему же? Да потому что 10 тысяч биткоинов сейчас стоят 645 миллионов долларов. Именно 10 тысяч биткоинов и была первая в мире биткоин-транзакция, за которую купили пиццу. Это безумие какое-то, пицца. Да сложно представить, что такая сумма была отдана за какую-то пиццу. Это еще один показатель того, как выгодно быть не трейдером биткоина, а всего лишь его упорным и очень долгосрочным холдером. Еще один свежий пример того, что значит быть упорным холдером. В декабре 2020 года Binance спросил у своей аудитории, что бы вы купили, новые наушники от Apple или ETH? На тот момент цена была приблизительно одинаковой. Сегодня, когда ETH стоит почти 2400 долларов, ответ очевиден. Его покупка куда рациональнее, чем наушники от Apple. Правда и в декабре, я бы сказал точно так же. Теперь важное сообщение для холдеров криптовалют. Топ-10 криптовалют стремительно растут, в то время как многие другие альткоины находятся в коррекции. Вот почему так важно быть диверсифицированным и уметь управлять рисками. Погоня за большими пампами, в конце концов, оставит вас у разбитого корыта. Я постоянно вижу это в криптопространстве. Люди пытаются получить максимально много прибыли за короткий период времени. Что автоматически означает то, что они готовы принять самые высокие риски ради самых высоких прибылей. При этом даже не всегда это понимают. Обычно это заканчивается плохо. Да, ты можешь словить пару пампов и в эйфории нарваться на какой-нибудь скам, где и погоришь. Вот почему очень важно покупать не что-то одно, а разные криптовалюты. Так ты уменьшаешь свои риски. Поэтому мой тебе совет, как минимум забери из рынка то, что ты вложил. Тогда вообще никаких рисков нет. Свои кровные ты не потеряешь уже никогда. Кроме этого не будет риска остаться не у дел, если рынок продолжит расти. Элементарно простая стратегия, которую я для себя принял и она никогда не подводит. А теперь к новостям, которые в некоторой степени толкают рынок вверх. Начнем с рынка NFT. Каждый день я наблюдаю очень много позитивных новостей в этом пространстве. И все чаще появляются новые способы использования NFT. Ведь пространство растет очень быстро. Статья называется «НФТ по почте?» Почтовая служба США планирует поддержать почтовые токены. Еще один отличный способ использования, который приходит на рынок NFT. Государственное агентство сообщило о доходах в размере 73,1 миллиарда долларов за 2020 год. Это очень денежное пространство. И если оно заходит в NFT, то для NFT это очень хорошо. Понятное дело. Почтовая служба США скоро выйдет на рынок NFT. Не для выпуска произведений искусства или музыки, а для помощи клиентам в оплате почтовых услуг. Можно сказать, NFT сегодня приобрели еще больше полезности благодаря этой новости. Я думаю, это продолжится и в будущем. Особенно, когда новые блокчейны, более эффективные и быстрые, тоже придут в NFT. Такие, как, например, Cardano. Они тоже работают и в этом направлении. И, скорее всего, под конец 2021 у них что-нибудь получится развить в сторону NFT. Опять же, еще раз укрепляюсь в своем оптимизме по отношению к Cardano. Далее. Акции микростратегии взрываются вместе с ростом биткоина. Думаю, все криптокомпании будут видеть рост своих акций, пока растет биткоин. Микростратегия стала первой компанией, которая вошла в биткоин действительно массивно и масштабно. И они продолжают покупать просадки биткоина, когда они случаются. Такое впечатление, что микростратегия может стать новой Apple от мира криптовалют. Завтра уже запускаются для торговли акции Coinbase на бирже Nasdaq. Многие говорят, что открытие торгов может спровоцировать краткосрочное падение этих акций. Именно поэтому я планирую покупку не сразу на все выделенные деньги, а только на часть. Покупать я буду несколько раз. Таким образом, я буду усреднять цену покупки. Как только будет возможность купить, я сообщу об этом в Телеграме и покажу, как я это сделал. Ссылка на Телеграм будет в описании под видео. По моему мнению, IPO Coinbase открывает новую страницу в криптопространстве. Но Эрик Вурхес с этим не согласен. Он говорит, что на этой неделе в криптовалюте произойдет еще одно событие, которое будет больше, чем листинг Coinbase. Дело в том, что вот-вот будет запущена первая, действительно нативная кроссчейн децентрализованная биржа. У себя в Твиттере он опубликовал этот твит. Торчейн будет запущен завтра. Это настоящая кроссчейн децентрализованная биржа. Никогда раньше в криптовалюте такой не было. Бесспорно, это самое большое событие в мире криптовалют на этой неделе. Хотя это поймут только через год или два. И, наконец, две самые большие новости на сегодня. Это достижение эфиром своего нового исторического пика. И достижение биткоином тоже своего исторического пика. Дело в том, что сегодня в сети эфириума запланировано обновление под названием Берлин. Оно усовершенствует алгоритм расчета комиссий за транзакции. Вот, видишь, разработчики эфира тоже видят проблемы и пытаются решить комиссионные вопросы. Биткоин уже трейдеры предсказывают 80 тысяч долларов до конца этого месяца. Что ж, осталось еще половина месяца для того, чтобы этот прогноз оправдался. В марте я говорил, что вижу цену биткоина в апреле в районе 65 или 70 тысяч долларов. Взятие новых вершин главными криптовалютами, несомненно, приведет еще больше новых людей в криптопространство. Я думаю, именно поэтому оно продолжит расти. Но также не стоит увлекаться и забывать о том, что коррекции все-таки тоже бывают. Особенно на каких-то плохих новостях. Так что нужно осторожнее покупать на хаях. Я лично всегда покупаю коррекции, если вообще собираюсь покупать. Если ты новенький в криптовалюте, я очень рекомендую заняться самообразованием в этой сфере. Особенно, если ты собираешься покупать маленькие альткоины с небольшой рыночной капитализацией. Даже если твои друзья говорят тебе, что вот этот ноунейм коин взлетит как тварь, все равно займись собственным расследованием. Это сложно, но интересно. На этом все. Прошу тебя подписаться на канал, если ты тут впервые. Поставить лайк, давай наберем хотя бы 5000 лайков. Это помогает каналу расти, а меня очень сильно мотивирует. На одном из вчерашних роликов мы набрали более 7000 лайков. И ты не представляешь, как сильно это заряжает на работу. Я прямо хочу работать еще больше и выкладывать еще больше видео для тебя. А меня зовут Богатейший Ди. Прокомментируй это видео, поделись с ним с друзьями. И не забывай, что ты должен делать в этой жизни. Богатеть. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok